Сегодня с нами художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя, актер и режиссер Андрей Фирмяков. Андрей Олегович, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что нового у вас? Ой, у нас жизнь бурлит, как всегда, много новостей, много нового, поэтому каждое утро, в том числе и сегодняшнее, мы начинаем очень бодро, очень рьяно и всегда с хорошим настроением. Ну, мы получили новый статус, наконец-то, долгожданное событие. Теперь легендарный театр «Золотой ключик» является пятым государственным театром Республики Крым и единственным в Крыму государственным театром юного зрителя. Это большая, хорошая новость, и мы до сих пор пребываем в некой эйфории в связи с этим. Переходный такой момент. «Золотой ключик» сохранился, но уже теперь как детская студия, как структурное подразделение ТЮЗа. Мы набрали новую труппу, к нам съехались артисты из разных уголков России, и Таганрог, и Саратов, и Тольятти, и Казань. В общем, география очень широкая. И все эти люди, они теперь могут называть себя крымчанами, евпаторийцами, поскольку они живут и служат теперь в Крымском театре. Новый сезон мы начали 6 октября. Тоже очень необычно. Мы провели творческий вечер «Жизнь замечательных людей», где новые артисты имели возможность показать свои таланты, а мы имели возможность их представить публике. Первое такое знакомство состоялось. Все произошло в формате такого творческого вечера. Мы перенеслись условно за кулисы в такую вот очень условную гримерку. И не просто какой-то концерт или спектакль провели, а показали немножечко нашу закулисную жизнь, такой эксклюзивчик. В новый сезон шагнули с грандиозными планами. Уже 13 ноября мы проводим первую читку, посвященную столетию входа Красной Армии в город Евпаторий. У нас есть улица 13 ноября. И вот 13 ноября мы всех приглашаем в Малый зал нашего театра на читку «Мальчишки-бальчиш» в сопровождении винтаж-группы «Приморский бульвар». Это новый для нас формат, когда артист Сергей Толстых будет читать грандиозное произведение Аркадия Гайдара про подвиг «Мальчиша-кибальчиша» и будет это делать в сопровождении живого оркестра. 17 ноября мне исполняется энное количество лет. К сожалению, вот как раз-таки эту дату праздновать официально нельзя, поэтому я придумал и приглашаю всех на свой юбилейный творческий вечер, который будет называться «12 тысяч дней на сцене». Буду петь, читать стихи, свои песни буду петь, читать свою прозу. Все это будут делать в сопровождении прекрасных музыкантов. Такая сборная солянка, лучшие музыканты нашего города, большая компания. Помимо этого будут дуэты с нашими артистками, с нашим композитором Павлом Гавроновым. Поэтому опять-таки всех приглашаем. Ну и премьеры, которые всех ждут. В новогоднюю компанию мы сразу с двумя спектаклями заходим. Питер Пен и Щелкунчик. И весной у нас сразу череда премьер. Начинаем с Мюнхгаузена, интерактивного спектакля, с участием живой собачки, таксы. Далее будет необычный для нашего театра формат лейт-найт шоу. Спектакль в этом формате будет поставлен, как телевизионное шоу. То есть зритель не просто побывает в театре на спектакле, а он побывает на съемках телевизионного шоу «Братья с лис и братья с кролик шоу». Ну и 9 мая, поскольку это юбилейный год, год 75-летия Победы Великой. Нина Петровна Пермякова выпускает большое художественное полотно «Азори здесь тихие» по произведению Бориса Васильева. Поэтому такой очень плотный у нас график. Мы очень много репетируем. Сейчас вводы всевозможные происходят. Андрей Олегович, новый статус, новая труппа, премьера. Это прекрасно, но ключик составился как детский театр. Расскажите, дети будут заниматься? Дети не просто будут заниматься, они занимаются, они по-прежнему выходят на сцену, занимаются в творческих мастерских. Сейчас еще плотнее они, ну, те ребятки, которые не выходят на сцену, а которые занимаются прикладными видами искусств, они еще более плотно участвуют в подготовке к спектаклям. Они постигают азы реквизиторского мастерства, бутафоров, ну, и всех остальных смежных профессий. Поэтому очень здорово, что у нас появилась теперь такая возможность еще больше времени уделять именно театру. Ну, и, как вы правильно сказали, спектакли театра «Золотой ключик», они остались в репертуаре и продолжат свое существование. В общем, все отлично. Я так понимаю, что новый статус – это еще и возможность выйти на новый уровень, на новую сцену. Расскажите, есть ли в планах, может, какие-то гастроли? Гастроли, да. Будут гастроли в сентябре в Санкт-Петербург. Помимо этого, с Государственным театром наций мы запланировали проведение лаборатории «Молодая режиссура» на нашей базе. К нам приедут представители театра наций. И вследствие этого проекта молодые режиссеры из Москвы, Петербурга будут ставить на нашей сцене спектакли с нашими артистами. Спасибо большое, Андрей Олегович.